Аниме смотри весь день! Что нужно для атаку? Большой мягкий диван! Что нужно для атаку? Цветной плоский экран! Хентай! Запускай! Юри! Посмотри! Устойся поудобнее, кайф лови! Испи! Предки твои ненавидят японцев За то, что тебе придумали слово НЯ! Каждый божий день одна и та же фигня! Эта аниме тебя убьёт, сынок! Ну и? Думаете, мне интересно? И прият, халопы! С вами нашли слуга Оры Сама! И с 11 апреля! Вы жопу нормальные конфетти! И вообще, с этого я решила вам рассказать сегодня про аниме-фильмоблотку, которое сняла студия Гансай! Гайнакс, если чё, это та самая студия, снявшая Еву и Гурен Лагана. Из этой студии также вышли студии Триггер и Гэнс. Гайнакс, как ни странно, ещё входит в число крупнейших игроков аниме-индустрии, хотя сейчас эта студия живёт в основном на Еве, которая не только выстрелила, но и также породила толпу своих фанатов, которые теперь рисуют по ней хинтайны и додзи. Что, кстати, студия агентства спонсирует. Кстати, я бы что кто-то может не заметить, но, короче, у меня ногти под цвет покалойдов, только не цвета гуми и гакупа. В студии была создана отаку, среди которых были Ямаго Хиро Юки, Осадо Итосину, Ано Хидеаки и Садомото Йоси Юки, которые решили попробовать себя в аниме-индустрии. Отсюда и лозунг аниме для отаку. Но вы спросите, Чел, нафига ты нам всё это рассказываешь? А, дело в том, что у меня иначе получается очень короткое видео, поэтому сегодня я буду делать, наверное, нормальный обзор. В начале парни снимали только корониметражки, которые показывали на различных сходках, но потом было решено снять полуметражное аниме «Королевские космические силы». И, собственно, именно в целях создания этого аниме была создана и студия Гансай. И позже о том, как эта студия создавалась, и о том, как парни были отаку, был снят, собственно, фильм про отаку, между сериями которого был перерыв аж в 3 года. Главный герой всего аниме – Кен Куба. Обычный парень. Он встречается с девушкой и ищет работу. Но в один прекрасный день Кен встречает своего бывшего однокашника – Танаку. Танако стал стереотипным отаку, который не прочь затянуть на социальное дно из своего приятеля. Поначалу Кен Броса думает, что это весело, но постепенно Танако и Ко превращают парнишу в себе подобного. И переход из клерка в задрота виден в датах, важных для героя. Эти даты появляются в переходах между аниме и мини-документалочками. После этого Кен решает стать королем отаку и начинает поиск себя. Параллельно с историей Кена и Танаки, операторы Гайнакс, бегали и отыскивали отаку. Их даже проводили какие-то опросы. И, кстати, не только в своей Бурятии. Один из отаку был откопан, мне кажется, в США. И давайте перейдем к плюсам и минусам. Первый плюс – это довольно годные отсылки. Сразу вспоминается девиз студии. И при этом отсылки были не только к аниме. Лично моя любимая отсылка – это когда Кен сокращает разные названия, их компании, студии и так далее. И он их так сокращает, что на конце постоянно остается большой икс. Собственно, название данной студии, которая сняла этот аниме, и переводится как «огромный икс». Второй плюс – это то, что отаку что в аниме, что в документалках, показаны не как куски сала, смотрящие аниме 24 на 7. Ведь мы вовсе не такие, а как-то работающие, пусть и порой воровством. Минусы. Минус первый – это дерганая анимация в первой серии. Уж не знаю, в чем тут была больше проблема. Денег или лет? Ну, думаю, что лет, ибо в последних сериях Ева сняты позже, и в кризисе рисовка была лучше. А там у студии долгов было через край. Тут же первые 5-10 минут вы будете обильно рыдать кровью, стоит только кадру смениться. А потом глаз не станет, и все будет зашибись. Второй минус – атмосфера первой и второй серии, как небо и земля. В первой серии. Ты веришь во все происходящее, а вторая серия уже больше похожа на какой-то диснеевский мульт. Собственно, меня вообще добила последняя сцена с омоложением ГГ. Оценочки! Рисовка 7, ибо все нормально, пока персонажи не двигаются, но это только в первой серии. Сюжет 8, скинула задичь во второй серии. Персонажи 6, ибо кроме ГГ, остальные персонажи – ходячие криши, тян любящие ГГ, злодей, отаку по оружию и т.д. Музыка 5, ибо она неплохая, но слишком на любителя. Итого 6,5. Да, средничок, но это такой средничок, на который тебе точно стоит обратить внимание. И на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. И всем пока!